всем привет мужики все снимают и я также сниму о лампочках дыхло они же лампочки ходовых огней значит мои сгорели вернее 1 сгорела только на пробеге 45500 не буду показывать пробег на моем канале достаточно видос чтобы посмотреть пробег завода установлены japan 21 в лампочки прошли 45 значит далее купил вот такие лампочки был ясно чтобы на самой лампочки мечтать лапа маяк в 21 5 в значит две штуки стоимость одной 35 рублей почему взял такие дешевые таких наличие не было но я обязательно такие куплю они стоят порядка 127 не сказали в магазине но надо ждать может дешевле где-то найду а так как надо ездить а надо ставить ребят такие вещи потому что это штраф во-первых и во-вторых вы подвергаете опасности другие автомобили кстати касаемо безопасности опасности значит хочу сказать вернее передать тем кто вместо вот этих штатных лампочек ставит себе диодки диодки еще всякие там я не знаю всякие там асрамовские бошевские же дофига дофига этих лампочек какие хочешь на любой вкус цвет у нас магазин автозапчасти зайди тебе мне кажется даже руль в задницу предложит деньги заплатил ну да ладно это к теме не относится значит мужики давайте начнем с того вот эта лампочка для чего у нас лампочка ходового огня для чего для безопасности правильно правильно для чего спира там это было в европе мы у нас в россии есть ли так без света потом и у нас в россии или обязательства и ездить с ближним светом либо при наличии ходовых огней с ними это для безопасности вашей и других участников дорожного движения также для пешеходов которые иссякают проезжую часть и идущие вдоль при маневрировании чтобы вас видели что вы делаете вдруг ты будешь поворачивать и какой-то и шаг не заметить тебя повернет и ты стукнулся и это реально помогает я вот по себе сужу я частенько совершаю какие-нибудь нелепые движения на автомобиле что порой только на вот это я обращу внимание на горящие фары это действительно хорош что государство же не дебилы люди которые придумали включать свет при движении чтобы вернее он был включенный это же не дебилы придумали я ведь прав так вот о чем и далее хочу сказать что вот эта лампочка ребят если сравнивать с диодной я не буду сейчас ее покупать ставят рядом две весты чтобы вы там увидели там сравнили вот эта лампочка светит намного лучше и дальше и точнее с расстояния уже 100 метров даже более она светит округу и понятно что едет автомобиль я во сколько передал вест в которых стоят эти синие лампочки возможно как вариант они ставят какую-то дешевку или заказывать того же алиэкспресс возможно что на самом деле есть светодиодные хорошие лампочки которые действительно хорошо светит но типа там боша асрама но я не видел врать не буду я вам более того скажу что вот эти лампочки стоят на месте и завод он не дурак по-любому создать фару и чтобы вот так просто да давай вот эти вот ним пойдет нет по-любому это все испытывалось на какой-нибудь компьютерной технике это проверялась тестировал сразу опять же расстояние с какого там по-любому это все проверялось если для не так тогда автоваз просто говно по-любому это все какие-то там народ есть нормативы чтобы человеческий глаз мог эти лампочки увидеть в этих парах и светит я заметила она совсем интересно то есть она светит действительно как фара при этом она не слепит она дает четкие прям как маленькие фонарики она дает четкий понятный свет для других причем именно в дневной свет в дневное время про ночное не надо в ночное время мы ездим с фарами а ваш идиотки мужики кто ставит да не подумать что камень ваш огород это красиво да но как бы да ни хера это некрасиво да вообще некрасиво вот это смотрится красиво у меня темная веста и фары у меня затемненные вы же сами знаете что на место затемненные фары и вот этот шоколадный теплый свет видно тогда еще к тому что я например как человек который проживший жившие советское время привыкший жить частном доме когда ты жил частном доме у нас всегда висели вот эти лампочки ильича дешевые а сейчас мы конечно сейчас у меня в квартире стоит диодный свет и вот эти диодные лампочки мне до сих пор неприятно при этом дневном свете это здесь светлые лампочки какая-то поража и все равно я открутил поругался женой и вкрутил эти лампочки ильича пускай не сгорает но они с ними у меня глаза не болят я по крайней мере все вижу а если уже завод в такой древний свет ставить до желтые жампочки то значит это что вот эти лампочки лучше видать и они красивее красивее а ваши идиотки это все херня хотите и ставьте в принципе я никого ничего не упрашиваю хочу сказать только одно что мужики не заморачиваться вот покупайте лампочки простые для опять же для той же безопасности для своей и проще и на этих лампочек я уверен что фары цоколь в том числе все будет нормально и целое потому что я вот на предыдущей машины сколько я не ставил эти буржуазные лампочки то вечно все плавилось вечно перегорали предохранители причем я еще одно скажу что я в машине в своей не ладил в электронике не сигу ничего то на завода как идет родная штатная стивилизация магнитофон как дилер поставил я тут не лезу и вот 45000 лампочки прошли вот доказательства родные вот сейчас поставлю дешевые посмотрим сколько они пройдут но скорее всего я максимум поезду месяц на них потому что даже меньше я поеду куплю вот такие обычные стандартные мне они намного лучше и приятнее вот эти ваши диодки то просто шляпка ну ладно что-то много болтаю давайте раз снимаю это видео сейчас вот это возьму я и поменяю и по кадрам сниму как то все меняется вдруг кому-то пригодится значит вот фара вот отсюда видно вот он торчит сам штекер отсюда очень удобный доступный лепесток его хватаем и впротив часовой стрелочки до щелчка и вытаскиваем лампочку лампочку хватаете выдергиваете берете новую лампочку там сделано как-то все в шахматном порядке смотрите чтобы контакты в контакты вру более менее подходили и втыкаете и все тут принципе в принципе ничего сложного раз и все еще раз кажется кого-то неправильно воткнул правильно все лампочка готова значит с первого раза конечно проблемно вставлять но чтоб на будущее видим значит вот эти ребра сразу потому что кто-то так вот сразу ребра на себя немного доворачиваем где-то вот так и направляем отсюда до кверху ребро вот она видно этот отчетливо ребро кверху идет вставляем и прокручиваем все щелчок вот он лепесток ну все я думаю все понятно вторая лампочка аналогично после замены включаем зажигание проверяем работоспособность лампочек дешевые лампочки ничем не отличаются от заводских заключение хочу сказать вам что замена лампочек на автомобиле лада веста ничем не усложнена все легко доступно и заменить эти лампочки сможет любой даже тот который еще с этим не сталкивался а такие люди в нашем мире я думаю еще есть и пусть это видео будет для них хоть чем-то полезно так что мужики ставьте лайки дизлайки это даже при том случае если вам это не понравилось пишите коммент что вы думаете об моем мнении по поводу диодок будем общаться будем спорить так вас майскими праздниками вкусных вам шашлыков всего доброго и удачи